Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания». Сегодняшний выпуск посвящен достаточно интересной дате. 1 ноября исполняется 150 лет службе судебных приставов. Профессиональный праздник – это всегда повод подвести итоги эту миссию и призван выполнить главный судебный пристав Пархангельской области Иван Юшманов. Иван Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу начнем со статистики. Какие результаты Вашей работы, может быть, за минувший год или за больший период Вы можете сейчас назвать? На протяжении ряда последних лет нагрузка для приставов исполнительной Архангельской области с каждым годом возрастает. В текущем году на исполнении находилось более 650 тысяч исполнительных производств, что более чем на 5% выше аналогичных периодов прошлого года. То есть динамика к росту? Да, возрастает. А чем это обусловлено? В основном происходит увеличение исполнительных производств. В первую очередь, это штрафы ГИБДД с развитием системы. То есть люди покупают больше машин? И больше машин. И органи ГИБДД развивают фото-видеофиксацию. Соответственно, нарушителей становится больше. И еще такая категория исполнительных производств, как взыскание кредитов. В этом году наблюдается увеличение по этой категории. В прошлом году аналогичный период составлял 20 тысяч исполнительных производств. В этом году уже 29 тысяч исполнительных производств. И сумма уже возросла с 2,8 до 5,5 миллиардов. Ну понятно, что жизнь развивается, жизнь не стоит на месте. С какими категориями должников вы работаете? Ну помимо названных, что касается штрафников по тем же поставлениям ГИБДД, задолженности по взысканию кредиторской задолженности, обычно банкам, мы сталкиваемся и рядом других. В том числе и алименты, задолженность по зарплате, задолженность по коммунальным платежам. Кстати, задолженность по коммунальным платежам в этом году у нас наблюдается снижение. Возможно, это результат нашей совместной работы с той же сбытовой компанией ТГК-2, СРЦ. То есть стали более активно работать в этом направлении. И количество исполнительных производств снижается. А может, правовая сознательность людей повышается, все-таки сталкиваться с вашей службой, что называется, хочет не каждый? Я думаю, даже точно не каждый хочет. Это очевидно, что вряд ли кто-то бы хотел выступать в роли должника. Даже хочу привести такой пример, может быть, для кого-то будет он поучительный. Во-первых, если вы должник, к вам пришел пристав-исполнитель, то пристав по ПДС, который обеспечит его охрану, также обеспечит и присутствие при совершении исполнительных действий двух понятых, как того требует закон. А понятыми кто будет? Это, конечно, соседи должника. Поэтому я думаю, что такая слава в подъезде никому не нужна. Вы уже упомянули о том, что судебные приставы, у вас несколько категорий работы, разные специалисты работают. Кто эти люди? В основном в сознании людей это те, кто ходит непосредственно с документами. Это, я так понимаю, только одно направление вашей работы? Нет, у нас направление работы несколько. Во-первых, у нас приставы. Это приставы исполнителей. То, что знают все. Да, те, которые занимаются взысканием задолженности и исполняют производство неимущественного характера. И приставы по обеспечению в основном порядка 90 судов, сокращенно ОПДС. Это те люди, которые обеспечивают безопасность судебных... Те, которые обеспечат безопасность в зале судебного заседания, обеспечат пропускной режим в суд или мировой участок, обеспечивают привод должника к приставу исполнителю, привод суд, выдворяют также должников, в отношении которых судом принимается мера о выдворении за пределы Российской Федерации, а также выполняют и ряд других задач. Сколько вообще сотрудников вашей службы сегодня? У нас на сегодняшний день штат управления имеет очень красивую цифру. Это три восьмерки, 888. Аппарат из них 88. Остальное приставы исполнителей, приставы ОПДС, дознаватели есть такая категория. То есть те, кто работает, что называется, в полях, да? Да, непосредственно в полях. Какие качества, на ваш взгляд, присущи судебному приставу? Все-таки работа не самая простая. Далеко не самая простая. Ну, приставы исполнителю должны быть присущи и внутренняя организованность. Конечно, должна быть соответствующая подготовка в плане образования. У нас, тем более, требования с нового года... Ужесточаются. Ужесточаются, да. Это получается, что кандидат на должность пристава исполнителя должен иметь высшее юридическое или высшее экономическое образование. Требования пристава ОПДС по образованию, как таковое, нет. Общее и среднее образование. Но, тем не менее, должна быть хорошая физическая подготовка. Да, мы проводим испытания при приеме по трем видам подтягивания при окладине. Челночный бег и бег один километр. Зимой на лыжах пять километров. То есть погоны, в общем-то, они накладывают определенные обязательства. Ну, а нормы – это согласно каждой возрастной группе. Вот я знаю, что, в общем-то, и сам видел, среди приставов есть много женщин. Вот на Ваш взгляд, это случайно или нет, что люди идут на такую непростую работу? Девушки молодые идут. Ну, все-таки хочу отметить, что работа пристава исполнителя больше связана не только с выездом должника по месту совершения исполнительных действий, но и с документами. Тем более, что развиваются информационные технологии, запросы... Электронные документы оборотов, которые все уже знают. Да, запросы, имущественное положение должников мы сейчас видим с помощью международного взаимодействия по всей России, не только в пределах Архангельской области. То есть, работа в какой-то степени связана с компьютером и требует усидчивости, организованности, внимания. Ну, и знаний информационных технологий, да? Да, в какой-то степени пользователь должен быть уверенный. Вот Вы уже сказали, что приставы в том числе обеспечивают безопасность судебных заседаний. Вот давайте об этой стороне работы поговорим. Частенько приходится слушать, что обнаруживаются самые буквально такие неожиданные вещи, с которыми люди идут в суд. Вот насколько серьезно поставлена работа, насколько безопасна наша заседания? Я сразу хотел бы сказать, что действительно, вот работа вполне серьезная. И тот, кто думает, что это работа сродни... Просто постоять, что называется. Сродни, да. Сторожи, которые охраняют, это далеко не так. Во-первых, в суд посетители проносят различные запрещенные проносы вещи. Будь то газово-травматическое оружие, колющее-режущее оружие. И вот только в течение этого года мы выявили наши приступы ПВДС. Выявили 25 случаев проноса именно вот травматического и газового оружия. 44 электрошокера. Ну а если брать по России, то у нас, к сожалению, приставы и гибнут. Два года назад был случай в городе Кургане, где посетители суда решили отомстить судье за вынесение приговора, которое, по его мнению, было незаконным. И явился в суд с двумя гранатами F1. Это бронительная граната. Представляете, что это осколков 200 метров. Но наши судебные приставы по обеспечению, в странном порядке, 9 судов, буквально стали грудью. То есть они закрыли с собой, да? Закрыли. Один, к сожалению, погиб. Осколки. Произошел подрыв гранаты. Осколки попали между листов бронежилета. Пристав погиб. Вот хочу спросить, как раз, существуют ли какие-то правила для тех, кто идет в суд? Может быть, какие-то рекомендации от вас? Ну, тут рекомендации таковы, что, во-первых, в суд нужно являться по делу. Когда вызывают, но суд дела не только вызывают, желающих подать заявление в суд, тоже приходить. Нужно с документами. Правила, приводя в суде, приступ ОПДС на входе вам покажет. Ну, вот, в общем-то, и все. Вот как не стать должником? Вот обычный человек, как ему узнать, есть ли у него долги, может быть, есть какая-то просроченная задолженность, да? Может быть, в суматохе бытовых дел люди забыли заплатить, да? Штраф, может быть, он не дошел по почте. Вот как можно всю информацию полностью проверить, чтобы знать, что ты перед законом чист? Ну, дело в том, что на сайте Федеральной Союзной Союзной Пристав существует такая возможность, и мы активно популяризируем ее. Это банк данных исполнения производства. То есть, любой гражданин, и не только гражданин, и юридическое лицо, может зайти и проверить себя, не является ли он должником. То есть, нужно на сайте вбить свои личные данные, персональные, да, и появится, в общем-то... Дело в том, что зайдете на сайт, там всплывающее окно, банк данных исполнения производства. Кликнув по этому баннеру, можно все проверить? Конечно, да, нужно брать территориальный орган, который интересует. Причем, возможность именно использования банка данных, я думаю, что очень удобно и не только для граждан, но и юридических лиц. Допустим, какие-то договорные отношения вступают, стоит ли, не стоит ли, существовало бюро кредитных историй. То есть, фактически, сейчас без бюро можно обратиться к банку данных исполнения производства, и ясно, является кандидат на получение кредита, или еще какие-то договорные отношения, должником или не является. Вот взыскание каких долгов, вот из того множества ваших обязанностей, вызывает наибольшие трудности у вас? Может быть, с эмоциональной точки зрения, или люди с нежеланием идут? Ну, как таковое, здесь нельзя выделять какие-то категории. Но понятно, что взыскание крупных долгов в какой-то степени сложнее, когда особенно у должника отсутствуют денежные средства, и необходимо там поработать с имуществом его. Ну, а так, в основном, больше сталкиваются, встречаются те должники, которые ведут асоциальный образ жизни. То есть, понятно, что пьют, не работают. Приходится всякое увидеть, да? Да, да. Судебными приставами применяются различные меры, в общем-то, да, чтобы к должникам, чтобы люди выплатили свои обязательства. Вот какие из этих мер наиболее эффективны? Только ли появление судебного пристава на пороге квартиры стимулирует людей как-то, в общем-то, вспомнить о своих долгах? Ну, меры какие-то традиционные, которые в процессе совершенствования исполнения производства и законодательства добавились. Ну, традиционные, напомню, что это обращение и взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должников, на доходы должника, обращение и взыскание на его имущество. Затем у нас уже добавились такие меры, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Но, опять же, это возможно только по судебному решению и при наличии задолженности более 10 тысяч рублей. Кроме того, очень мы ждем, надеемся, эффективность такой меры, которая пока еще рассматривается. В Государственном Думе закон о лишении должников, в частности, по элементам платежа, право управления, будь то автомобиль, водное судно, самолет, вертолет или еще такое. Очень надеемся, что в текущем, в следующем уже году уменьшится количество исполнительных производств за счет такого закона, какой у нас вступает законную силу с 15 января. Теперь те же должники по взысканию штрафа в ГИБДД могут должниками не стать. Им законодатель предоставляет право в течение 20 дней после применения к ним по мере административного взыскания оплатить 50% штрафа. То есть, если оперативно оплатишь, то не нужно, сэкономишь. Конечно, вместо тысячи заплатят 500 рублей. Кто же откажется? Но это все направлено на то, чтобы именно стимулировать людей, добровольное оплате, и, соответственно, исполнительного производства будет меньше. Кроме того, я знаю, что проводятся различные пропагандистские акции. Вы работаете в торговых центрах, объявляются специальные дни, когда люди могут, прямо совершая покупки, обратиться и проконсультироваться у вас. Да, такие акции у нас проводятся обычно в преддверии Нового года. Поскольку традиция считается, что Новый год нужно начать без долгов, поэтому приставы, исполнители находятся в такое время в торговых центрах. То есть, все делается для удобства должников. В этом году будут работать приставы? Конечно, будут. То есть, можно просто подойти и проконсультироваться, узнать, получить какую-то справку, документ? Абсолютно. У приставов с собой находится вся база исполнительного производства. Естественно, можно посмотреть по ней и дать справку. Иван Александрович, что нужно сделать, чтобы быть зачисленным в штат судебных приставов? Как попасть к вам на работу? Во-первых, нужно для себя поделиться к кандидату, кем бы он хотел быть. Или он хотел бы быть приставом по обеспечению установки порядка 9 судов, или приставом-исполнителем. Если кандидат хотел быть приставом-исполнителем, то ему с 1 января необходимо иметь высшее юридическое и высшее экономическое образование. А если кандидат пожелал быть приставом по ПДС, достаточно общего среднего образования, но необходима физическая подготовка. Мы проводим тестирование при приемной службе по трем видам испытаний. Это подтягивание на перекладине, челночный бег, бег 1 км, в зимнее время лыжи 5 км. То есть, можно просто прийти с заявлением к вам в службу, написать, да, и вы его рассмотрите? Приставы принимаются от его служащих, принимаются на конкурсной основе, поэтому, как все его служащие. Если нас сейчас смотрят школьники, вы можете сказать, какие учебные заведения готовят будущих судебных приставов? К сожалению, в России пока таких учебных заведений нет. То есть, достаточно пока держать вектор на юридическое образование? Юридическое и экономическое образование. Если вернуться к дате, о которой мы уже говорили, службе судебных приставов 150 лет, что бы вы хотели пожелать своим коллегам в преддверии праздника, в сам праздник, в камеру вашей? Ну, во-первых, коллеги, я хотел бы поблагодарить вас за хорошую работу и пожелать вам и вашим семьям добра, здоровья, мирного неба и уверенности зашивания. Иван Александрович, позвольте и мне поздравить вас с праздником. Спокойной работы вам. Спасибо. Главный судебный пристав по Архангельской области Иван Юшманов был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»